Дмитрий Куприянов 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 Забанили Опарэйшена, Дума и Бейна. Вот таких вот, ну больше, наверное, каких-то дизейблеров жестких, которые могут убить эту нагу, накинуть быстро Дум, с ультой забрать. И облегчают себе в этом плане жизнь. Но в целом пока что нельзя сказать, что он какой-то супер пассивный пик у мемов. Потому что у них есть Винга, Никс и еще и Кентавр. То есть у них есть чем нападать вполне. И чуть ли не больше этих ресурсов, чем у Инсейн. Но Инсейн пока что мы видим Бэтрайдера. Ну и связку, конечно, такую достаточно неплохую суппортов Shadow Demons and King. У мемов мы видим, что они делают ставку на сплитпуш. Не собираются они драться на ранней стадии. Потому что три агильщика. Всем героям нужен левел, нужны айтемы. Кому-то, возможно, даже нужно БКБ. Потому что у Кьюсайбер сейчас проказ приличный. Это Санкинг и СФ. И нужно будет много бегать. Бегать и при этом гангать. Поэтому единственное, что мемам сейчас не хватает, это защита ТВРов. Потому что если Кьюсайбер пойдут вперед пятером и будут бить лапками, то нечем останавливать. Разве что драться в лоб. А этим героям нужно время. Особенно Наги и Винге. Видим мы, что Кьюсайбер забанили энчантрас. Понимая, что самая опасная агрессия это роуминг в данной ситуации. Потому что есть у нас немного слабый СФ на центре без эскейпа. Которого, как правило, легко загангать. И убирают они, наверное, самое мощное оружие с этой стороны. И при этом мемы банят на Айкса. Кстати, с чем обусловлен бан на Айкса неизвестно. Потому что, как по мне, Нага, она отличный каунтер против него. Как она прожимает ульт во время его ранжа, фокусит. Также кидает сетку в него. Он ничего не делает. И при этом тычкует его иллюзиями, где не работает лайвстил. Этот бан не совсем такой понятен. В чем же план? Ну и Кьюсайбер. Кьюсайбер идут в трипл-э. Походу, идут в трипл-э в хард. Да, это Бристалбэк. Потому что другого объяснения я не вижу. Бристалбэк. Шадоу Демон с сильнейшей инициацией. И Бэтрайдер, который, скорее всего, будет прекрасно себя чувствовать на легком лайне против того же Кентавра. Собрались Кьюсайбер выиграть лайну. Потому что, если мы увидим опять, как Нага стоит на легкой и фрифарме, да? Вот та самая до 15-й минуты, и к ней никто не приходит. То она ждет и очередно захватывающий матч. Ну, на самом деле, уже пытались, Инсейн, прийти к своим соперникам на хард. Ну, точнее, к себе, на хард, к своим соперникам на легкую линию. Но не забанили Апарэйшена. В итоге, первая атака обернулась тем, что они и ФБ отдали. И разменялись один-два. Притом, Нага сделала только фраг и продолжила фармить. В итоге, тут же ушли с этой линии. Но здесь, действительно, Апарэйшена нет. Более того, мимы берут еще Лича. То есть, Лич — это герой, которого поддавить... Ну, против него тяжело стоять на линии. Но давить его не так тяжело. И против него гораздо легче, более того, давить. Потому что он отталкивает линию. Отпушивает линию. Даже не отпушивает, а наоборот. Я даже не знаю, как это правильнее назвать. Но свои же ТВРа в опасность ставят. Я бы даже добавил, знаешь, есть вероятность, что мимы сейчас пойдут в триплой, в хард. Потому что у Q-Insane, вот этот Санкинд, который взят, да, он, наверное, самый, вообще, самый слабый из всех, кого можно было взять. У него малое количество ХП. У него стан бьет очень мало и при этом маленький рейндж. И при этом у него мало армора. То есть сейчас у мимов все очень хорошо по лайнингу. Потому что с большой вероятностью мы увидим Нюкса, который пойдет в соло против того же Бэтрайдера. Потому что против Бэтрайдера стоит он очень хорошо. Сжигает он ему всю ману. Перезаряжает стиками, сжигает дальше. И при этом под Пурман Шайлдом с троечкой Регена он не чувствует хараса. Да, достаточно неплохо. Да, а Q-Insane, посмотри, заныкали они в свою козырную точку. Вот уже второй раз я вижу, как они заходят. Да, они все время, они вот то сначала вот в этой точке пытались забрать. Вот в прошлой игре сейчас они здесь. И причем, да, я тоже видел. Ну, получается у них не так плохо, надо сказать. Но мне кажется, еще пару-тройку игр, если Insane начнут каких-то успехов добиваться, как правило, тут же просмотр репки идет и все. И соперник уже этого ждет. Но действительно, пока соперник этого не ждет, сейчас видит Вингу. Отличный вард поставлен, который видит эту Вингу, но не выходит на нее. Вдвоем все-таки страшновато. Видит, что... Ну, вдвоем эту Вингу действительно не убить с этим Санкингом. Он хоть и с сапогом, но действительно станчик очень-очень слабый. У нее 4 армора, а они бьют только с руки, поэтому они будут атаковать центр. Смотри, атаковать центр, захотят убить нагу, но это нереально убить. Это 320 Месса, 6 армора и 600 хп. Давай, иди убей ее, смотри. Ну, мне кажется, не ожидали увидеть именно нагу. С другой стороны, а кого еще здесь увидеть? Пытаются? Ну нет, здесь очень тяжело будет. Только если как-то окружат. Много урона. Ну, живет, живет. Райс, и последняя тычка остается. Боже мой. Нага. Нага из-за врага. Ну да. Не хватило здесь опыта, в общем-то. Ну, читалось. Читалось, что здесь не убьют явно эту нагу. Хотя были, казалось бы, близки, но убивали бы ее только в том случае, если бы ее иллюзии героя окружили. И то она могла дать рептайт и просто убить эти все иллюзии, что вполне и вполне вероятно. Ну, вот так у нас начинается игра второй раз для Insane практически так же, как и в первый раз. Приносит себе фласку, есть у него бутылка. Хорошо он себя здесь ощущает. Весь лес перебанили. Ты просто посмотри, что сделали мимы. Забанили один спаун, второй и третий. И при том поставили ворды в такую линейку своеобразную. Найти их будет не так просто. Да, и теперь смотри. Получилось так, что убить на харде нереально кого-либо. Лич постоянно оттягивает лайн к себе. Отденайть ручками невозможно. Нюкс держит... Ну, у Нюкс имеет карапас. Также он держит один скиллпоинт, чтобы в нужный момент его изучить. И Ресталлбэк фактически в будущем будет постоянно без маны. В результате маны нет. Или же у товарища всегда эсэйф. В итоге нижней лайн не уязвим. В центре стоит нага, которую, как мы видели, взять сложно. Учитывая, что сейчас она будет постоянно пушить лайн. И эсэф, который вначале повязал всю ману на килл, он теперь стоит без маны и без душ. Прошу обратить внимание. И в такой ситуации надо идти в хард. Идут в хард. Кьюн Сэн, понимая, что им вообще нечего ловить, выходит на Джуда. Стан. Юникорн не доходит. Смажет Станом. И до свидания, Юникорн. Хо-хо. Второй стак. Подходит Бигнум. Ждут, а не ждут. Непонятно, чего ждут. И уходит. А чего? Почему не дать Стан по этому кентавру? Я не понимаю. Хоть что-то. Да, Дизраптор, Стан. Ну, хотя бы продамажить его. Потому что сейчас герой ушел на ровном месте, и теперь он будет стоять осторожно. В итоге эти два саппорта себя не реализовывают. Потому что лес они фармить не могут. Гангать они сейчас, как видно, тоже не особо могут. Да и харасить. Я не знаю. Может, сегодня насмотрелся просто... Инсценно смотрелись. Вот Инквизитор китайской доты. Сегодня на ВПЦ играл Кинг Джей на Санкинге. И там вот все время, куда камеру не направь, везде Кинг Джей выходит из леса и делает фраг. Но это ведь нужно еще очень удачно попасть в пик. И вообще, в целом, играть очень-очень хорошо, чтобы чувствовать, куда можно загангать. Например, на нижней линии там стоял Инвокер. Ну, то есть, в данном случае на верхней линии. Здесь стоит Венгай и Кентавр. Ну, Венгай и Кентавр это герои, которые... Не то чтобы гораздо прочнее. Но Кентавр здесь играет очень осторожно. Венга вообще отводит. То есть, загангать не так просто. Плюс их двое. Инвокер стоял один. В миде действительно Нага Сирена. И на топе Никс все время под вышкой. Вот куда здесь выходить с Инкингу? Некуда. И вот сейчас, кстати, сверху-сверху у нас опасный момент. Выходит на Джуда. И Джуда платился за наглость. Кстати, хорошая Венга против Бутрайдера. Вот такой, знаешь, его небольшой стривон. То, что как бы он тут ни микрил, кидает всегда Венга стан, который наверняка попадет. И Кентавр подойдет и убьет. А вот продолжу твоя мысль на миде. Вот на миде, когда стояла Нага против СФ, Нагу, как мы видели, не забрали. Но если вот просто поменяя их местами, стояла бы Нага и СФ, то этот бы СФ отвалился за 2-3 секунды. В итоге сейчас... Вот только-только упали ворды. Вот только сейчас. И теперь Бигну может полить. Бигну второго левела Сенкинг второго левела. Понял Сенкинг, что единственный его максимум это выносить экспу на карте. Потому что до третьего левела фармить лес невозможно. Где-то на третьем левеле твой песочек бьет в 2 раза сильнее, чем на первом. При этом в 2 раза дольше. И нападает на Зару. Да, на Зару здесь 7 стиков уйдет. У нее еще и вторая спина. Да, разводят на стики. Ну и Мумуэ. Вот у Мумов есть такая особенность. Они захватывают лайнинг. Они часто в играх имеют, допустим, ровное преимущество. Они играют хорошо. Но как только заходит ситуация для тимфайтов и прочего, у них происходит какой-то бардак. И обычно вот это фиксится тем, что вы играете долго. Долго вместе. И уже потом с полуслова друг друга в драках понимаете. Поэтому этой команде нужно время. Ну а про Q&S хочется добавить, что ты говорил, что ты не знаешь этих игроков. Ну их тяжело узнать, потому что, например, Инквизитору, насколько я знаю, ему 15 лет. Бигнуму 18 лет, да? А если учесть, что, допустим, средний возраст на Ави это 24 года. Ну где-то такой. У Альянса в средний возраст, допустим, Лода Айки, ему уже, по-моему, по 26 или по 27 лет. То на фоне вот этих вот Бигнума и компаний, те ребята смотрятся вообще пенсионерами, да? Если брать реалии спорта. Ну да, вот тут идеальное сочетание у Empire. То есть молодые игроки, которые играют на таких вот очень-очень активных ролях. И при этом два опытных игрока. Мак, Флай. Да и Сайлент, в принципе, уже тоже. Он, ну, такой, что-то между очень опытным и... Так, с тем временем, ультимейт, напали сверху на Бэтрайдера, Джуда. Ну, кажется, уйдет здесь, да, попадает по нему террором. 50 хп остается, ой-ой, как бы он сейчас не получил. Нет, все нормально, все в порядке, действительно. СФ заходит, но у него нет ульта, чтобы как-то жестко раздамажить Райза. Да и вообще у Райза все в порядке. Ой-ой-ой, раз! Успевает, успевает. Я думал, заснул. Да, и теперь вот эта нага, ей пора свитчиться. Она, в общем, свое отстояла. Левел она получила, какой-никакой. Но махаться с СФом, у которого уже сотка плюс демеджа, нереально. Поэтому... Поэтому лич у нас забирает шаду демона. Да, Лич, вот как раз Сенкинг начинает фармить леса, что, в общем-то, сейчас очень-очень популярно. Вот с этим вторым песком достаточно неплохо все фармится. Очень действительно хорошие варды. Вот я отметил, что варды поставлены, но я не отметил зачем. И вот так ты очень здорово отметил, что вот этот спаун, который СФ в прошлый раз фармил, его заблочили. Но все равно он уходил, он стакал вот этот большой спаун. И сейчас добивается дополнительного фарма. Вот, посмотри, есть уже Мидас. Очень любит он играть через Мидас. Судя по всему, на топе у нас нападение на Кентавра. Есть Солкетчер, Стан, Кентавр на развороте. Ой-ой-ой, хватает Кентавра, тащит его по огню, но Бэтрайдер умирает. Ой-ой-ой. Выживет, выживет. Коин, секрет за Бигнумом. У Крита не хватает маны, 4 стика, ультимейт, и Бигнум приплыл. Да, 5-0, вот это начало, конечно, очень неудачное. Мимы здесь на линиях просто... Ну, это опыт. Мимы гораздо более опытные игроки, чем Insane. Этим все сказано. То есть они просто очень-очень четко расставились, спокойно стоят. Все держат под контролем. Никс уже жестой, сейчас начнет носиться по карте. Ой-ой-ой. Его находят, но света-то нету, наверное, да. Света нету. Походит в инвиз, подходит СФ, но света все еще нету по-прежнему. И так Никс просто тянет время. Просто убивает? Нет. Чуть-чуть ему не хватило. Выходит инквизитор, и Эйс поплатится за свою наглость. Да, забирает она Сейса. И вот первый факт. Лич у нас получает 6-й левел. Вот у него уже будет он вот-вот скоро. А Джуду сверху играет с огнем. Летит он за Критом. Есть рядом Нага, есть рядом Кентавр. Немного ошибается, Винга разворачивается в итоге. Ой-ой-ой. Кентавр встанет. Летит Джуда дальше и... Хорошенько прохарасил ее. Маленький Леол. Не хватило какой-то банки дополнительной, или еще одного левела Файрфлай, или даже Напалма, да всего чего угодно. Мог действительно здесь убивать. Но вот из-за этого Лича, который получает Экспу просто с поедания крипов, очень сильно бустанулись по Экспе сейчас. То есть вот эти 5 фрагов, это не такой большой буст, потому что герои маленьких левелов, ну, не такой большой буст, относительно которого... относительно графиков. Здесь 2000 преимуществ. Во многом как раз из-за Лича, который взял уже почти 6-й. Хотя с линии никуда он не выходил. Сенкинг фармит в поте лица, пытается там что-то сделать в лесу, и он при этом даже не 5-й. Тяжело здесь, конечно. Ну и Худ появляется у Кентавра. Да, здесь, мне кажется, еще немного, и вот Кентавр побежит. Но вообще нужно... Здесь можно, точнее, активно играть, не то чтобы это нужно. Но вот первым такую возможность получает Эйс и убивает Бигнума. Да, хватает ему ХП. У Бигнума, конечно, очень-очень маленький левел. Не успевает прожать стики. Еще бы чуть-чуть прожал бы стики и ушел. Мог уйти, но нет. Нюкс превращается у нас в самурая, который способен врываться 1 в 5, убивать и при этом убегать, потому что под Карапаси и ультимейтом Кентавра он фактически неуязвим, поэтому сейчас он бегает и беспредельничает. То есть дал ему максимальный левел лич. Смотри, находит Чоми. Попадает. Забирает крипов. Ну не то чтобы не попадает станом, но не попадает по СФу. Уль тем временем напали опять на Бэтрайдера, который... Да, умирает в очередной раз. Бэтрайдеру нужно бежать. Бежать с верхнего лайна. А некуда бежать, лес-то весь фармится. Да, поэтому СФу нужно как-то втык дать, чтобы он хоть что-то начинал Бэтрайдера оставлять, потому что это не дело. Сейчас сказывается жадность пика. Пика insane, потому что у тебя один керри, который стабильно твой лес забирает, санкин, которому нужен даггер, и так же этот лес выфармливает. И при этом еще Бэтрайдер, который сверху стоять не может никак. Ты выходишь, получаешь стан с рейнджа, и пока. Да, здесь конечно санкинг очень-очень жадный суппорт, ничего с этим не сделать. Вообще, кроме шадоу-демона, фарм нужен всем. Здесь какой-то необходимый, смотрим. Эйс приходит на линию. Бигнум очень аккуратно стоит. Но вот еще чуть-чуть, и даже может без укуса попробовать с ним разобраться вместе с Вингой. Можно прожать кропаси под яд и дать в это время стан. Но это надо будет очень постараться, потому что кропаси всего 0,6 секунд. В итоге у нас потрясающе играет Бигнум, который ввиду нынешних событий совсем недавно стал саппортом, поскольку взял он в команду своих молодых бойцов и решил пойти по стопам TC, который, как мы недавно видели, в преддверии интернешнл резко поменял свою роль. Или по стопам ПГГ, который в преддверии... Ну, я даже не помню преддверии чего. Он тоже сел на кэри, да? Кэри Соломидера. Бегал он и на мид инвокере в последнее время, хотя до этого он где-то полгода играл на саппорт. Я, честно говоря, не в курсе. Я думал, что... Ну, ПГГ же в свое время с позиции как раз такого фармящего игрока пересел на саппорт из-за того, что был вынужден, но... Теперь интернешнл, понимаешь, ставочки-то... Надо на кэри, надо на кэри возвращаться, понятно. На Соломайн. Ну и плюс у него появился хороший саппорт-скрин, который уже имеет приличное количество обыд, так что у него в этом плане все хорошо. Ой-ой-ой, набегают на двоих, и какой стан? Нет, не попадает по Бэтрайдеру, не знают, кого хватает здесь же Сен-Кинг. Сен-Кинг копает двоих, очень удачно забирают Кентавра. Эйс! Прожимает Крапаса. И успевает его спрятать Биггнум на последних хитах. На последних секундах, точнее. Очень удачно здесь разбираются, забирают два фрага Инсейн. Но, на мой взгляд, немного потерялся Кентавр, который хотел задамажить двоих, в итоге пожадничал очень долго. Не понимал, что же происходит. Сен-Кинг сразу забирает Даггер после этой драги. У Бэтрайдера тоже что-то, о боже, это Клауд Найн стайл Бэтрайдер с травелами. Это Бэтрайдер с травелами, который играет против Нюкса, который уже вот-вот восьмого левела, и эти травела могут ему сильно ухнуться, потому что сейчас он самая сладкая булка для Нюкса Сайсина. Часто у нас Клауд Найн любит убирать сплитпуш без какой-либо агрессии, и травела окупаются, когда нет героев, которые могут вас загангать. Но здесь, если Нюкс будет чувствовать, куда придет сплитпушить и фармить Бэтрайдер, потому что все вот эти споты заняты лесничьи, то ожидает жестокое наказание у нас для Джуда. Эйс нападает на Зару, и он под Сентрёй летит Чайник. Увы, как больно влетает. Сенткинг! И просто забирает одного Личи тоже очень побитый. Ставится Сентряк у Инквизитора. Проблема, какой Сентряк? Просто последним поунсом вот этим влетает урон. Кентавр пытается убежать от СФ. Очень-очень ему не хочется с СФ уметь дело. СФ раскастовал ультимейт в лицо, судя по всему, но и не успел спрятать Шадоу Демон. Точнее, он уже спрятал до этого. Но начинают отвечать потихонечку инсейн. Вот как ты сказал, что когда начинаются драки, у мемов явные проблемы. Да, но пока у них проблемы только явные из-за того, что вот этот друг, он никуда не уходил с Центра, при том, что он отдал вышку на Центре. Он сидел в этом лесу 24 на 7, и у него уже Элект. Пока мемы дают время, дают время для того, чтобы эта подруга смогла выйти в Лэдгеймс. Смотри, нападает на Джуда, дает ему сетку, бьет с руки, и вот вам Бэтрайдер с Травел Дупсами. Пожалуйста, любим, собираем и погибаем. Наверное, за 2 секунды. Тем временем, снизу-снизу у нас нападение на Крит. Крит уходит просто на лоу ХП. Последней тычки не хватило, там его и был белой вышкой, и все что угодно. Но действительно, вот сейчас мы будем наблюдать, как вроде инсейны возвращаются в игру, но Райз-то, что с ним делать? У него сейчас будет Родианс, потом он купит свои Травела, и просто вот эти все равные размены, они ни к чему не приведут, потому что Райз загонит всю команду на базу через 30 минут. Да, ну, кстати, вот по поводу Лэдгейма, если ты выйдешь далеко в Лэдгейм, то когда у тебя есть сильные ДПСеры, очень сильные ДПСеры, такие как СФ, то на самом деле, с нагой, ты что-то до Лэдгейма еще и сможешь придумать, потому что у него есть АОЕ, у него есть Койлы минус Армор, поэтому 6 слотов он, возможно, и поговорит с ней, да? Но в преддверии того, что у мимов у нас имеется Венжи Фулл Спирит 11-го левела, а обилки, да, обилки ее посильнее, чем у СФ, причем так в разы лейтовые, не считая нюков. Также мы имеем Лича, который на всех повесит Фрост Армор, и жирного Кентавра, который спокойно втанкует в себя прокаст и СФ, и Сэн Кинга, и всего остального, то Кюн Сэн нужно срочно что-то придумывать, потому что сейчас постепенно время играет на руку мумам. Ну да, здесь очень все... Даже вот эта Нага, она больше именно не в драке принесет пользы, сколько действительно вот в таком вот пуше они будут все время давить, все время заставлять меняться, ну, как-то возвращаться на базу, и, как мы видели по предыдущей игре, Вен Сэн с этим... Ну, против такой игры большие проблемы. Кентавр берет Даггер, и теперь, помимо Эйса, который у нас уже зарекомендовался, как активного Гангера, к нему подключится еще и Юникорн. Юникорн, который будет с Даггера запрыгивать. Ну, он даже не особо не... никуда не прячет свой Даггер, просто ломает вышку. Действительно, зачем? Снизу, тем временем, опять в Зару раскастовывается, влетает в него Чайник. Как же много урона, Сэн Кинг, прокаст по двоим, но по Сэн Кингу дважды попадает. Чайн Фрост, и он умирает. Ну, вот как опять Сэн Кинг поспешил ворваться? Нужно было дождаться, когда закончится Чайн Фрост. Там, может быть, и Бристол выжил, и Сэн Кинг бы выжил. Да, и Сультеоба он демеджа прилично влил, и того же Банникс Ассасина убил. Любит у нас поспешить. Тем временем, сверху прыгает Юникорн Кухо в Джуда. Сэйвит Бигдум Джуда. Проклинаю, проклили Юникорн Кухо, и забирают. Да, СФ уходит в Шадоу Блейд, наносит дополнительные уроны, забирают здесь Кентавра. Все-таки Кентавр не имеет еще настолько мощных показателей Сэн Кинг. Может запрыгивать, встанет. Смотрим. Террор, террор не сбивает Даггер. Выходит в Инвиз. Ой-ой-ой, здесь, конечно, тяжело. Сэн Кинг раскастовывается, но на маны, маны на ульт нету. Свап. Бедный Зара, просто этот Бристлбэк терпит. Здесь уже есть Мека. Стан в Зару, минус Зара. С руки, с руки забирает у нас кастеры Бристлбэка. И когда ты наблюдаешь за таким эффектом, то не к добру, это не к добру. Да, жестко. Тем временем, Сэн Кинг у нас находит Райза в лесу. Сразу спрятался в песок. У Райза была интересная реакция. Он подумал дать ультимейт, а потом подумал, да чё я, что я делаю? Я же просто могу его убить. И начал просто, дал волну и побежал дальше. Да, это Бэтрайдер. Большие проблемы у Бэтрайдера. Никс может подрубить Карапас, а может не подрубать Карапас, потому что Бэтрайдер. Ну всё, по-моему, НСН окончательно поплыли. Сегодня неудачный какой-то день, потому что вот буквально пару дней назад они не играли с Некстами. Там были такие шикарные игры. Они снесли Некстам две стороны. И в итоге Нексты смогли каким-то образом закомбечить там со снайпером с Рапирой. Но от тех НСМов я вообще не вижу ничего. Абсолютно. Ну, я бы сказал даже так, что пока у тебя вот только-только Бэтрайдер купил блинг, Санкин купил блинг, но он ни разу его не узал. То есть было где-то три драки, где он просто блинковался первый и подкоп давал. Хотя лучше с ультимейта залетать. И сейчас нужно срочно вылазки. Вот выходит у нас наверх Бигнум, видит Юникорн Хохо. Юникорн Хохо сразу блинкает. Блинкаут. Инквизит это понимает, где находится Юникорн. Ну, рано, проклял. Сейчас можно ульт включить. Не включает Юникорн. Ультимейт только в конце включает. Если бы оставил ульту на самый конец, можно было запурджить. Ой-ой-ой, какой мисс... миссендестендинг. Здесь Кентавр может умереть. Боже, как игроки нервничают. Не побоюсь этого слова. Кентавр замахивается на ста, но нет, Лич дал сверху чайник. Юзает Мекку. Кентавр. Неужели выживет? Последняя тычка. Боже мой, Кентавр. 27 хп Сенкинг все-таки собирает его. Но здесь... Здесь очень больно дерущаяся венга. Какой урон у венги? Это просто жесть. СФ. Нет, Крит уходит. Просто безумная драка. А Райс, он... Дело... Он далеко не облавается. Понимает он, что его дело простое. Пенсионерское. Ходи по карте. Посылай свои иллюзии, да... Крипов забирай. Да, действительно. И, в общем-то, правильно. Вот этот герой, он как раз позволит создать пространство для Нюкса и Кентавра, потому что каждый раз, когда Нага будет пушить центр вверх и низ своими иллюзиями, и также загонять противника в лес, будет создаваться огромная площадь для Ганга. И... Комбинация, я считаю, просто шикарная. Потому что даже если ты встретишь эту иллюзию в лесу, и попробуешь ее убить, то в любой момент тебя может копнуть Нюкс, Нага дать рептайт, и... Ты попал, друг. И придет время сразу умирать. Поэтому связка, я считаю, шикарная. Просто шикарная. Это вот Нага и Нюкс Ассасин. Сверху, кстати. Сверху. Да, тут намечается. Опять Сен Кинг у нас на острее атаки. Ну, давайте смотреть. Есть нереальный шанс убить Райза. Сен Кинг, раскастовывает ультимейт. Неплохо. Райз умирает впервые. Ну, отлично. Забрали его. Кентавр ультует. И Кентавра здесь, пожалуй, не догнать. Хорошо, забирают. Мне кажется, у Инквизитора есть существенный недочет. Я вот, к сожалению, не увидел, когда он купил этот нульталисман. Но ведь в чем минус Сен Кинга с блинком, но без каких-то еще артефактов? Маны на прокаст очень мало. Это вообще его самый, наверное, один из самых больших минусов, кроме того, что ему нужен очень большой левел. Вот как раз-таки его монопул. И здесь, наконец-то, хватило. На раскаст забирают Нагу, и это реальный шанс что-то еще сломать. Ой-ой-ой, Бигнум какой. Мне кажется, он поспешил с атакой. Мне кажется, команда мимо троллят команду Кью Инсейн, потому что Нага бегает у нас, гангает. Винга бегает на руках, у нее 2 500, и хрен его знает, что она вообще соблазнает. Ой, какой стан шикарный, Атейса, залетает все в Бресла. Бреслав просто очень жестко фокусит. Да. Ну что говорить, если Бресла убивают первым, и при этом убивают так легко, это явно что-то не то пошло в его игре, потому что Бресл это герой, который должен собирать в себя очень-очень много урона. Тем временем, снизу, судя по всему, Бэтрайдер встретился с Нагой, глядя на его ХП. Да, понимает он, что походу Travel Boots это не самый лучший выбор на данный момент, потому что ты паешься ты на линию, прилетаешь, начинаешь разливать свой огонь, а тут иллюзия приходит, и у тебя нет полстолба. В итоге Джуда улетает у нас на базу, вот тут тыпнулся, тыпнулся и побежал сейчас. Сейчас теперь побежит и может снова тыпнуться. И необходимо еще пару смокгангов для команды Insane, потому что сейчас, сейчас пока мимы еще не закупились, нас забрали. Да, на миде забрали, очень здорово. Ну, конечно, Никс уже наносит очень большой урон, и Санкинга забирает без особых проблем. Вот та самая связка, да, иллюзии Наги и Нюкс, и она сейчас просто шикарна. Даже вот этот СФ в 3 слота он умрет с прокаста. Да что и говорить, это вот Нага, Сирена, и, в общем-то, ее способность, ну, как бы, в этом вся сила героя. Она, безусловно, может юзаться там, как Сабра, со своим сном, со своим сеткой, но вот как Кэри, ее иллюзии, это самое жесткое оружие. Я считаю, то, что она сильна, как Кэри, но, в первую очередь, она сильна в связках, потому что, если брать ее как отдельного героя, то в лейтгейме у нее сильный минус. Она не наносит много ДПСа по героям, кстати, находит у нас Эйс Джуда, охотится, у Кентавра, нету Кентаврульта, но приходит Нага, и пожалуйста. Она сильна в связке, вот в ганг-связке она сильна с Нюкс Ассасином, как мы уже видим, она работает великолепно. Она сильна в связке с Дизраптором, когда ты даешь сон, кидаешь сверху пульт, и у тебя люди не могут завязать ничего. Но это не ганг-связка, это больше уже... Да, это файт, но если она отдельная и игра затягивается, то ты не бьешь по героям с бабочкой, потому что у тебя 35% абсорба, это главный фактор, то есть иллюзия не очень, слабы против бутерфлящиков. Во-вторых, у тебя нет лайфстила, хотя будет сатаник, но в драке это будет решать сильно, вот когда вы будете биться один на один. И в-третьих, когда уже у всех лейтгеймеров есть МКБ, то твои иллюзии сыпятся на раз-два, и твои миссы не работают. В итоге, в глубоком лейте ты можешь, на самом деле, встрять, если не будешь комбинацию проявлять. Поэтому не так уж она и страшна на самом деле. Ну, наверное, самое здесь неприятное, это вот именно, что против нее нужно очень грамотно играть, ни в коем случае там нельзя позволять себя вот как раз загонять на базу, потому что если даже у тебя очень крутые герои, но тебя зажали со всех сторон иллюзии, ты не имеешь контроля карты, команда соперников чувствует себя очень хорошо. Вот он, вот он, вот он чувствует себя наверное лучше всех, вот этот парень Эйс, нападает в черный раз он на Джуду, у Джуда остается 50 хп, Эйс вязал Карапаси и не видит, не видит он Джуду и надо бежать. Да, разворачивается Джуда. Кстати, блестяще, блестяще все сделал Джуда. Согласен, очень хорошо все сконтролил, прямо ушел на последних, последних хп, но на мой взгляд ошибка от Никса очевидна, нужно было Карапас вязать гораздо раньше, я не углядел, к сожалению, был он в кулдауне или просто так не сумел Никс Ассасин распорядиться своими сплами, но скорее всего в кулдауне, потому что настолько опытный игрок Эйс должен был понимать, что Карапас это вообще основное. Сейчас вообще, я вот сколько не смотрю, это чуть ли не мейнстрим, Бэтрайдера не пытаться поймать там как-то, а просто вставать на его огонь и включать Карапаса, все, он застанен, не нужно ничего придумывать. И Бэтрайдер на самом деле вообще его участь теперь становится еще печальней, потому что Винга уже 6-го левела, Нюкс у нас, ну, Нюкс у нас пока 14-го и вытащить кого-то в драке без Блэк Кинг Бара нереально. Потащишь ты Вингу в Карапасе и Нюкс даст тебе дополнительный стан, потащишь ты кого-то другого Вингаева возьмет и свапнет, и у нее этот свап моментально от кулдауниться. Ну и на худой конец всегда есть Нага, которая сном обрубит любой твой план. Нюкс у нас нападает на Инквизитора, дает стан, проказ, скинтар дает ульт, не хватает демеджа и уходит. Да, здесь не хватило, но заход сверху еще могут ворваться. Мы видим, что Райз его спалил СФ. СФ идет за Райзом, попытка, но сбивается. Да, Герникс Ассасин запрыгивает, великолепный рассказ, еще и СФ ловит на стан, станет шадоу демона. Бигнум может умереть здесь. Живет. Нужно добить иллюзию, добить иллюзию последнюю. Бигнум, 9 хп остается, уходит. Это жесть. Как же тяжело вот таким героям, терпильным суппортом против иллюзий, когда герой не тратит вообще ничего, а ты вынужден либо уйти на базу, либо появляться на базе. Знаешь, когда зайдет игра в лейт, ему будет Тарасочка, еще пара ртов, свапает у нас Зару. Зара думает, что... Не стали. В эту игру не заходил, потому что, действительно, как ты не посмотришь на Бристалбека, его по кулдауну бьют, причем убивает его, молниеносно, и... бьют Тавр, кстати. Так быстро забрали Тавру, Престалбек на это дело глянул, и, я думаю, очень скоро он соберет себе Блэйдмейл, потому что... Чтобы он сейчас не купил, жить он будет буквально на, наверное, секунду или 2 секунды дольше, а с Блэйдмейлом, учитывая, что все герои Мум сейчас лохитовые, точнее, часть, то он сможет приличное количество ДПС им в ответ вписывать, потому что сейчас уже поздно, поступить Боржоми, когда почки отказали. Да, у Кентавра сейчас уже будет Тараска, и вот в отличие от этого Бристалбека, с которым справиться очень-очень быстро с Кентавром, справляться очень-очень долго будут, ему еще не хватает какого-то армора, потому что все-таки 7 единиц армора против Шадоу Финда это не очень много, купит армор, есть защита от магии, есть много ХП, будет действительно жить очень долго. Ну вот, на мой взгляд, это такая небольшая ошибка, то есть, да, он увеличивает количество силы, у него лучше пассивка работает, но армор-то... да, армор-то он... нужен срочный. 6 единиц снимает Аура и Сефа, ой-ой-ой. Ищет и С Чомми. Чомми, кстати, обнаглел, дает стан, Чомми не среагировал, ульт Кентавра, это Кэри, это главный Кэри команды Инсейн. А тем временем, снизу, затерпел у нас Сенкинг от Наги, летит сюда, Бристалбек, Шадоу Демон прячет иллюзии, делает две своих иллюзии, одна остается бить вышку, теряют немного ХП в вышке, теряют Сенкинга, теряют Сефа, но вот как раз вот такая игра, она вообще непозволительная, когда ты играешь против Наги, куда-то зашел, Сефом отдался и все. 7-0 у крита на Винге, 6-0 у лича, как же хорошо они себя чувствуют здесь. Винга просто как второй Кэри сейчас будет. У нее так много ХП уже для суппорта и армора очень много, и урон уже достаточно большой, все-таки это Винга. И это суппорт Винга, прошу заметить, то есть изначально этот товарищ он саппортил, но в один момент, когда подвернулся для него шанс, он быстро использовал его, и сейчас сделал довольно-то все правильно. Рановый Несон Мидас, при этом понимал он, что будет исключительно сплитпуш, вот на ранней стадии их с их героями, и поскольку в этот момент тебе не нужны не ХП Немана, а только бить сурьки, вот он пошел и атак спида прикупил. Снизу тем временем у нас Джуту гонится за лечом, ввязает Кентавр ульт, и слушаю, отличное использование Кентавра, вот у нас мимы, жмут они ульта последнего, то есть постоянно они выйдут, наверное, все, что можно. Ну тянут время так еще дополнительно, чтобы еще больше пространства дать своим героям для фарма. Интересный выбор от Райза, купил рецепт на Тараску, всегда было интересно, почему вот такое делают игроки, когда можно купить ривер, стать потолще или бустер, просто рецептик. Чтобы потом было удобнее закупиться в нужный момент. Ну, возможно, да, возможно, так и есть, но здесь скорее уже очень все хорошо у Райза, он понимает, что ему, его команде ничего сильно не угрожает, как раз плавно игра идет к следующему матчу, время у нас еще до него есть и игроки нам его заполняют отличной игрой, минус еще раз Санкинг 23 на 8, а мемы-то неплохие. Сэф, настрелили в крита, боже, какой живучий крит, он просто под Сэфом живет так долго, ульт кентавра, и неужели крит еще уйдет, у него через 5 секунд от кулдауницы свап, ну нет, стан, минус крит, все-таки первый раз его убили, более того, 978 монет получают за его смерть, вот так вот, из леча, кстати, еще можно столько же срубить. Кстати, вот хороший счет, но еще пока что не все, то есть, есть хорошая комбинация у Q&S, пока мемы не обзаведутся хп в количестве 2000 на каждого героя, Сэн Кинг, Сэн Кинг с Вейлов Дискортом и высокого Лейла плюс Сэф всегда способны проявить отличную комбу, потому что вот эта нага, которая толстая, в драке, все иллюзии будут от Сэн Кинга умирать. Да, это, конечно же, огромный плюс Сэн Кинга, то что, да и вообще огромный плюс для команды НС, то что у них есть чем в драке хотя бы разбираться с иллюзиями, то есть, одно дело разбираться с иллюзиями при сплитпуш, это по-любому сложно, а другое дело, если их нечем убить в драке, то это вообще большая проблема, но здесь есть достаточно много АОЕ, и конкретно ульта Сэн Кинга хватит, но Инквизитор на этот раз не скупится, Эйс, да, Бэтрайдер с Моноберна умирает, но Гем остался, ульт Кентавра отличный стан, забирает иллюзию, выжигает 235 маны, Эйс пытается уйти, ой, Дувейса тут, у него еще ульта есть, он настолько хорошо себя ощущает, Гем, Гем надо забрать. Настолько хорошо себя ощущают Мумы, Мумы на этой плане карты, что они вдвоем разбирают пятерых, разбирают двоих, и также гонят остальных. Хорошо сыграл Эйс, он не стал на этот раз кусать, понимая, что Сэн Кинг уже столько раз его гангали, что он уже в любой момент готов нажать там и станчик, и песок, и просто дал ему стан, чтобы времени среагировать не было вообще, урона хватило, забрать вполне. Смотри, бьют Кентавра, лейдмейл, кто кого бьет, да, кто кого более бьет. А сколько там уже силы у Кентавра, сколько возвращается обратно? 22, и 50% от его силы это еще 60, ну 80. 80 прилично, учитывая, что если ты увидишь ДПС, только СФ имеет много, а все остальные герои бьют как раз на этот дэмэдж. То есть под блейдмейлом, например, Сэн Кингу он ударит на 60, а ему вернется 120, даже больше. поэтому слава богу, что у Кьюн Сэйн есть вот этот самый товарищ, нападает на уникорна, он юзает ультимейт и спокойно уходит. Не хватает им скорости, скорости для очередного ганга, потому что если инквизитор успевает, то Бигнум не догоняет Сэн Кинга с Бингком, и в который раз уже от них убегают. Снизу у нас тем временем непонятно, что вообще хочет сделать Джуду вот в этой точке, есть у нас Бристлбэк, который фармит, то Джуду. Они фармят иллюзию. Да, вдвоем отбиваются от иллюзии Наги, хотя самое полезное будет это пойти в центр, вниз, наверх, куда угодно, но от Бристлбэка, потому что с ним вы не убьете никого, а сверху ты принесешь много пользы. Ну и Сэр попегал сверху, плюнул он на это дело, хотя зря, потому что что у нас покупает Винга? Кираса. Да, для саппорта это, конечно, очень круто. Вообще, если мы посмотрим на Нетворст, то у Сэфа 19 тысяч, он проигрывает Наги 6, а если мы посмотрим на остальных героев, там вообще очень печально, Сэн Кинг раскастовывается, забирают хотя бы никса, пошла ульта леча, здесь просто всех может убить, минус Сэн Кинг. Ульта продолжает летать, наносит просто безумный урон. Но это 2 в 5 очередная драка, в которой 2 в 1 выигрывают все-таки инсейн. Ну, куража миме, видно, что не хотят они заканчивать эту игру, хотят они еще повеселиться и в кошки-мышки поиграть. Насладиться победой. Да, насладиться победой, шнага точно, потому что имея 6500 на руке, на руках, то, боже мой, собери ты вторую тараску и пойди задави жиром, потому что вот именно 6000 ты не убьешь никак. Или тот же Баттерфляй? Нет, Райс у нас бегает и шокирует всех своим запаком. Рано или поздно он сможет купить кого-то из команды QNSA, кто стоит меньше. А меньше у нас стоит Сенкинг и Шадо Демон. Ну да, он может в реальности купить себе маленького Сенкинга. Вообще, конечно, по Нетворцу ситуация. Но вот сейчас после того, как Личаникса забрали, чуть-чуть подровнялся Бристалбэк и Бэтрайдер, то вот эти четыре красные полосочки сверху... Так, Джуды ставят паузу. Что-то у них опять какие-то проблемы. Ну, в общем-то, игра у нас действительно выходит в лейт. Мы последнее время полюбили играть с Нагой, недавно даже какой-то рекорд поставили там по ГПМу, что ли, в игре. Ну и здесь как бы... Это не пахнет рекордом, потому что 480 крипов за 36 минут, там, по-моему, было за 30 минут 500 крипов. То есть, что-то вообще нереальное. Ну, честно говоря... Сейчас, знаешь, раз они не поставили один рекорд, то можно поставить второй и третий рекорд. Вот. И сыграть с Телебернинга, который однажды на Интернешнл не поставил, наверное... Побил, наверное, все рекорды, которые можно было за два с половиной часа. Хотя в игре не происходило ничего. И, возможно, здесь нас ждет то же самое. Хотя, ты посмотри, он пришел к магазину и неужели он что-то купит? Да, это Butterfly. Терпила, что я могу сказать? Ну, прикинь, какая он терпила, как раз он купит по 8 тысяч, чтобы купить себе хоть какой-то злот. На байбэк оставляет. Так, причем надежно. Слушай, я вот не понимаю, как тебе вообще так везет? Первая игра у нас закончилась за 25 минут. Приходит лост и начинается игра, которая просто вот 36 минут и в принципе она уже может закончиться, но игроки продолжают месить просто очень и очень упорно следующую катку. я же говорил в начале матча, что я люблю все игры с Нага Сирены. Я обожаю смотреть, как эта подруга у нас бегает и фармит всю карту, причем находясь где угодно. Вообще, из любой точки она это может делать. И вот, пожалуйста. Тут также очень везет то, что у Момофта пик, он становится все сильнее и сильнее. все-таки разные ауры, разные пассивки, при этом они все агильщики, которые с каждым разом скалируются все сильнее и сильнее. Они понимают, что где-то еще 20 минут и даже если они не зайдут, по-моему, Киен Сейн просто выйдет, потому что этот СФ, как по мне, он, наверное, умрет за 2 секунды там от той же Винги плюс 1, который убьет его с руки. Потому что сейчас уже какая-то, знаешь, нужна какая-то миссия импособа выиграть замес для Киен Сейн. Ставлю на Сен Кинга с Вейлов Дискордом, Аганимом, Рефрешером и тогда они могут затащить 5 на 5. Не, ну если прям все очень-очень кучно встанут, попадут под 10 стаков масел Бэтрайдера, Сен Кинг прокатится прокастом идеально по всем и СФ прям даст ультимейт, чтобы прям ну каждая вот эта вот полосочка задамажила. Тогда я думаю есть какие-то шансы. Но учитывая, что не то чтобы мимы не кучкуются, они в принципе находятся один герой в среднем в экранчике вообще вот который доступен до обзора. Находят кентавра, смотри, закинули кентавра наверх и приходят у нас непонятно, что с ним делать, да, потому что кентавр просто наверху сидит и время танковать, время танковать присталбеку, смотри, танкует присталбек, ой-ой-ой, присталбек и его забирают с руки, причем забирают его с руки довольно будет. Наступает на базу, но это не та база! Иллюзионно! Какой трэш! Просто! Тут пишут в чате все у нас также рады потрясающей игрой мммв, ребят. Если вы не знаете, то походами мы решили побить все рекорды бёрнинга и нападает на чомми. Нападает на чомми, смотри, вышел чомми, кэрри эсэф, тычка, тычка, эсэф падает, падает где-то за три секунды. Есть байбэк у эсэфа. О боже, это... Есть шанс, что мимы сейчас отступят. Кстати, Бигнум сделал иллюзии, и вот эти вот иллюзии Бигнума, они, наверное, сейчас самая самая высокая боевая единица для этой команды, потому что ДПС они вносят в море. И нет, не байбэкается эсэф. Эсэф настолько устал от этой игры, что по идее он может байбэкнуть. Ой, Сен Кинг, Сен Кинг врывается, забирает Вингу, Вэлд оф Дискорд, прокастован, Райз, Райз по-прежнему живет, стан в Сен Кинг, заходит. Сен Кинг просто нету маны. Он отступает, схватили Нагу, Нагу есть шанс убить, у нее 6000, она байбэкнется, но ее не могут убить. Ох, 50 хп, Нага выживает, ну как же так. Да, это просто печаль, эсэф расстреливает. Эсэф, в самый нужный момент, в самый нужный момент, бежит за ним Кентавер, присталбэк хочет убить эсэфа, решил он этого не делать, но Кентавер добивает, добивает его, и Зара у нас без маны. Возвращается мага, у нее уже отрегенились хп, и наконец-то, вот она, вот она победка. Бюм, даже не зашли на хг, просто Кинг Сен не выдержали, и все поняли. Вот она, датская дота. Да, вот такая вот датская дота. Ну а что, сейчас у нас буквально через 10 минут начнется самое интересное, потому что команда, которая выиграла первую игру Нагой, это NextKZ, и команда, которая выиграла вторую игру Нагой, это Мим. Я молюсь просто на бан Наги, и на то, что у нас ждет что-то очень-очень интересное в третьей игре. Уйдем на небольшой перерыв, и увидимся с вами на матче NextKZ против Мим ровно через 10 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...